Здравствуйте, друзья! Хочу вас приветствовать! Очень рада видеть знакомые лица в чате, то есть не лица, а имена. К сожалению, мы с вами можем общаться вот так через час, но это замечательно, что у нас есть возможность и встречаться вновь и вновь. Рада видеть знакомые имена и рада приветствовать тех, кто впервые с нами. Меня зовут Индубала Давидаси, Ирина Поздеева. Я занимаюсь астрологией, и сегодня мы будем с вами говорить об этой интересной науке, древней науке, что в переводе с санскрита означает «цвет знания». Наш семинар посвящен кризисам. Мы живём в непростое время, и слово «кризис» мы слышим очень часто вокруг. Кризисы с точки зрения астрологии — тема, исследованная, мало. Поэтому мы решили провести целую конференцию, международную конференцию. Это будет уже вторая международная конференция школы Джоди Шиндувалы. Проведём мы эту конференцию 18-19 мая, и она будет посвящена кризисам. Мы будем говорить о разного рода кризисах, а сегодня мы будем с вами знакомиться с этой темой. Я дала вам ссылку. Пожалуйста, потом можете изучить эту тему конференции, посмотреть, какие будут интересные доклады. И прежде чем мы начнём нашу тему, мне бы хотелось в двух словах рассказать о нашей школе. Я вижу здесь не только своих дистанционных учеников, кого я рада приветствовать, я вижу новых людей. Поэтому я расскажу о нашей школе, школе, которая называется «Школа Джоди Шиндувалы». Эта школа, первая школа в России, существует с 1996 года, а в 2009 году она стала дистанционной. Поэтому вот уже 10 лет нашей дистанционной школе, и если вам будет интересно, то на сайте intubala.ru вы можете найти информацию о нашей школе и посмотреть, какие у нас курсы. Наша школа занимается астрологическими исследованиями, и результаты исследований мы размещаем в альманахе школы Джотиш. «Альманах» — это печатное периодическое издание, которое знакомит нас с физической астрологией и также говорит о исследованиях. Я дала вам ссылку на альманах, которые есть и в электронном, и в печатном виде. На нашем сайте есть и книги, которые издаются ещё с 90-х годов, а сейчас переиздаются, выходят новые. То есть жизнь в нашей школе кипит. Сегодня, например, мы открыли новый курс, который называется «Санскрит для астрологов. Мантры Упайи». И это замечательный курс. Я тоже дам вам ссылку, чтобы вы смогли ознакомиться с ним, потому что это курс уникальный и очень интересный. Он будет знакомить нас с мантрами и с такой интересной и интригующей темой, как Упайи — методы коррекции. Итак, мы говорили с вами, что тема кризисы невероятно обширна, и что по этой теме мы проводим исследования. Целый год мы готовимся к конференции, и 18-го, 19-го мая мы вам представим результаты исследований различного рода кризисов. Почему мы... Не могу не ответить. Привет из Израиля. Спасибо. Мы проводили свои семинары, семинары в нашей школе, в Джиотиш и в Израиле. Так что очень приятно получать такие приветы. Друзья, хотела бы сразу сказать небольшие организационные моменты нашего семинара. Нас с вами много, и темы я подготовила, постаралась раскрыть её в такой небольшой промежуток времени максимально. Мы будем говорить с вами не только о астрологии человека, о хоре, мы будем говорить также и о Санхите. Это астрология стран. И поэтому материала много у нас. Вечерний час. Поэтому я просила бы вас все вопросы, которые вы задаете мне в чат, присылать в конце. Я обязательно найду время для ответов на ваши вопросы, потому что я вижу ваши вопросы и могу, скажем, да, немножко сбиться. Поэтому я просила бы вас, да, чтобы все вопросы оставались на конец нашего вебинара. Хорошо. Итак, мы говорили, что мы живём в непростое время. Время, которое связано с кризисом глобального характера, мировым кризисом. И это не только экономический кризис, это и политический кризис. Это и культурный кризис, это и религиозный кризис, и мировоззренческий кризис, и так далее, и так далее. И сегодня мы будем с вами говорить, отчего же наше время сейчас такое, такое непростое. Как говорится, времена не выбирают. Поэтому мы должны понять, в чём же суть того времени, в котором мы живём. На самом деле, кризис всегда сопутствует переходному времени. И мы действительно живём в переходном времени. Самый, пожалуй, масштабный переход переходного времени, особенность нашего переходного времени в том, что сменяют друг друга астрологические эпохи. Существует теория, которая говорит об астрологических эрах или эпохах, которые длятся 2000 лет. И сейчас, в начале 2000-х годов, эра рыб сменяется эрой водолея. Наверное, все вы слышали о наступлении эпохи водолея или эры водолея. И, безусловно, это не только астрологические показатели. С этим связаны и все те тенденции, тенденции перемен, которые мы все ощущаем с вами. Наверное, вы заметили, что время меняется. Время бежит вперёд, время меняется. И то, что было 10-20 лет назад, очень сильно отличается от настоящего времени. Мы видим, как входят в нашу жизнь компьютерные технологии. Мы видим, как меняется коммуникация. Мы видим, как исчезают или раздвигаются границы нашего общения. Мы можем общаться с вами. Вот как сейчас, с разных уголков Земли мы можем встречаться и говорить с вами в интернет-пространстве. И всё это приметы новой эпохи, эпохи, которая называется эпоха водолея. Смена эпох связана с тем, что ось прецессии прошла знак рыб и вступила в знак водолея. Каждая эпоха имеет свои характеристики. Каждая эпоха — это новое время. Каждая эпоха несёт новые взгляды, новую религию, если хотите, и новое предназначение. Поэтому сейчас вот такая переходная, а так как космические или астрологические циклы велики, поэтому сейчас мы с вами, начиная с конца XX века, уже чувствуем эти перемены, которые невозможно остановить. Итак, что же такое эпоха водолея? Считается, что эпоха водолея началась с хождением оси прецессии в знак водолея. И эта эпоха будет продолжаться 2000 лет. Знак водолея на санскрите называется кумбха. Кумбха в переводе с санскрита — это кувшин. И символ знака водолея — имена кумбха, или тот кувшин, который вынес Тханвантари воплощение Вишну, как кувшин с амритой, напитком бессмертия. Поэт водолей считается самым мистическим знаком. Он внесёт в себе знание о бессмертии. Он внесёт в себе знание о бамрите. И это глубинный смысл или мистический смысл знака водолея. В западной астрологии водолей изображается человеком, у которого два кувшина с живой и мёртвой водой. Это тоже очень интересный символ, который символизирует, что это не только эпоха, связанная с мистическим духовным знанием, который даёт нам знание о бессмертии, но это ещё эпоха и мёртвой воды. Водолеем управляет две планеты, согласно Дживотиш. Это Шани, Сатурн и Раху. С Раху связано всё искусственное. В Джиотиш Раху отвечает за интернет, за всё необычное, за необычные средства связи, за всё, что является искусственным. И мы видим, как много вокруг появилось, связанного с этим, продукты, вода. Поэтому эпоха водолея – это и загрязнение, и очищение, с одной. И с другой стороны – это живая и мёртвая вода. И как вы знаете, что для того, чтобы начался новый этап, в древних русских сказках Витя-то сначала обрызгивали мёртвой водой, и только потом живой. Также и эпоха водолея начинается с владычества Раху. И мы с вами испытываем его сейчас в виде вот такого кризиса, который мы видим, связанного с переходом в новую эпоху. Кроме того, 19-й и 20-й год тоже является особым и тоже ознаменует некий переход. Мы будем сегодня говорить о самхите, об астрологии стран, или, как называют наши западные коллеги, мунданной астрологии. В мунданной астрологии самое важное предсказывающее значение имеют две планеты – Юпитер и Сатурн. Считается, что когда эти планеты соединяются, они закладывают определённый цикл, который длится 20 лет. В 2000-м году было соединение Юпитера и Сатурна в знаках Овна и Тельца. И вот это соединение происходит, как правило, в двух знаках. Сначала в одном знаке, потом в другом. закладывают на 20-летие определённые тенденции, связанные с теми знаками, в котором происходит соединение. Овен – это знак войны, Овен – это знак Марса. Целет – знак Земли, знак её ресурсов. Поэтому 20 лет, первое 20-летие XXI века было связано и продолжает, и остаётся быть таким с войной за энергетические ресурсы, за ресурсы Земли и так далее. В 2019-2020 году эти две планеты встретятся в Стрельце и в Козероге. Это соединение происходит раз в 20 лет. Поэтому сейчас мы тоже переживаем как бы начало нового цикла. И вот как раз сейчас Юпитер ненадолго зашёл в Стрелец и соединился с Сатурном. Но окончательно Юпитер войдёт в знак Стрельца в ноябре 2019 года, и будет соединение Юпитера и Сатурна в Стрельце, а затем в Козероге. И это соединение заложит уже совсем другие тенденции. Какие же это тенденции? Козерог — это также земной знак, а Стрелец — это огненный знак. Однако это совсем другие знаки. И если Козерог связан с идеей Козерога, это могущество, власть, то идеи Стрельца идеалистичны. Стрелец — это знак высшего знания. Им управляет Юпитер Гьяна Карака в джиотиш — показатель высшего духовного знания. Стрелец — это знак высших духовных идей. Поэтому впереди нас ждёт очень интересное время. Время, когда мы будем соприкасаться с новым духовным знанием и открывать его для себя. И изучая астрологию, занимаясь ведами с прошлого века, как говорит мой сын, я замечаю, насколько меняются люди сейчас, насколько по-другому происходит восприятие вот этого высшего знания, знания о душе, о карме, материальных законах, о высших законах, законах трансцендентного духовного мира и знания о душе, о Боге. Если в XX веке, в конце XX века было, скажем, встречено с каким-то, может быть, недоверием, то сейчас люди воспринимают очень легко и просто это знание. Итак, мы сказали, что соединение Юпитера и Сатурна в знаке Стрельца и Козерога также закладывают новые тенденции, которые будут развиваться на протяжении 20 последующих лет. Итак, что же такое кризис? Википедия говорит, что кризис, в переводе с греческого, означает решение, поворотный пункт и также переворот, переходное состояние, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации. Вот такое полное и глубокое определение кризиса. Итак, вы видите, что на самом деле кризис — это неплохо. Кризис — это то, что даёт нам некий поворот, то, что даёт решение, то, что даёт пересмотр наших ценностей и, так или иначе, то время, в котором мы живём, направляет нас на пересмотр внутренних ценностей, высших ценностей. Кроме того, этимология слова «кризис» происходит от глагола, которое переводится как «определять», «выбирать». Поэтому кризис стоит в себе и время выбора. И так, какие бывают кризисы? Прошу прощения, недавно приехала из Киева, была в своей киевской школе и как-то в дороге простудилась, поэтому иногда першит горло. И так, виды кризисов. Мы говорили, что кризисов очень много, и здесь, сейчас я разделила их на две большие категории. Категории, которые мы будем рассматривать с вами через призму астрологии. Первый кризис можно назвать общим кризисом. И это кризис, который связан с определенным возрастом человека, а также с определенной экономической или политической ситуацией в стране проживания. Согласно ведам, мы живем в мире, в котором правит карма. Карма в переводе с санскрита означает «деятельность». И карма с точки зрения вед это закон материального мира, согласно которому все наши действия или вся наша деятельность имеет свои последствия. Веды различают разные виды кармы. Они говорят индивидуальной карме, и также говорят о карме, связанной с более крупными образованиями. Они говорят о карме семьи, карме рода, карме национальности. Они говорят о карме страны, в которой мы родились. Ну и, конечно же, карме земли. Вот это разные виды кармы, поэтому, безусловно, и кризисы будут связаны не только с индивидуальной кармой, но и с кармой тех стран, где мы с вами живем, и с кармой, которой мы связаны. И второй вид кризисов это непосредственно индивидуальный, который продиктован нашей неповторимой индивидуальной кармой. И если в общих кризисах мы называли кризис, который свойственный всем людям, и это кризисы определенного возраста, то индивидуальные кризисы все различаются. Каждый человек индивидуален и неповторим, поэтому его судьба также индивидуальна и неповторима. Поэтому нет одинаковых бед, как Толстой сказал однажды. Каждая семья несчастна по-своему, и каждая семья счастлива и одинакова. Поэтому также и мы все имеем свои абсолютно непохожие на другие жизненные ситуации и жизненные кризисы. И эти кризисы различны. На конференции по джиотиш, на конференции, посвященной кризисам, 18-19 мая мы будем говорить о разных видах кризиса. Эмоциональных, психологических, семейных, финансовых, личностных и так далее. Мы будем рассматривать более подробно, как же можно увидеть в гороскопе кризис человека. Гороскоп с точки зрения джиотиш — это наш своеобразный космический паспорт. Положения планет в момент нашего рождения не случайны, а соответствуют нашей карме, карме совершенных поступков. Согласно ведам, мы живем не одну жизнь, потому что душа бессмертна. А веды говорят, я есть душа. Душа духовна, она трансцендентна, но в материальном мире она принимает материальные оболочки и начинает свой путь странствий по колесу самсары или колесу перевоплощения. поэтому гороскоп показывает нашу карму или нашу судьбу. Джиотиш основана на исследовании взаимосвязи движения планет и нашей судьбы, нашей жизни. Весь мир пронизан этим законом, законом соответствия, и джиотиш рассматривает соответствие нашего движения по жизни и движения планет по небу. Итак, давайте рассмотрим с вами общие кризисы. И первые это кризисы, которые связаны с возрастом. Я не смогу рассказать о всех возрастных кризисах, которые связаны с возрастом человека и с транзитами планет. В рамках нашего семинара сейчас я буду говорить об этом на конференции и один из моих докладов будет посвящён теме «Жизненные кризисы», где мы будем рассматривать кризисы, возникающие при транзитах планет. И это свойственно нам всем, независимо, скажем так, от нашей индивидуальной кармы. Конечно, нельзя сказать независимо, потому что по-разному мы переживаем эти транзиты, абсолютно по-разному, и проживаем мы их в соответствии со своей кармой. Однако 29-30 лет, я думаю, что если вы вспомните это время, то вспомните его как нелёгкое, потому что это время прохождения Сатурна, транзитного Сатурна, по своему положению в гороскопе рождения. Сатурн — самая медленная планета, его имя звучит как Шани и переводится «медленный». Сатурн движется медленно по Зодиаку и обходит до 29-30 лет. и когда нам исполняется 29 лет, Сатурн входит в тот знак, который он был на момент нашего рождения и знаменует собой свой неблагоприятный транзит. Это время тяжёлое, потому что Сатурн — планета, которую в Джотиш называют строгим учителем. Также Шани даёт разные имена. Шани — это планета, которая показывает нашу негативную карму и Шани взыскивает с нас за наши неблагочестивые поступки. Шани называют в Джотиш Духа Караха или показатель печали, именно потому, что он даёт последствия наших дурных поступков. Мы не можем страдать, если мы того не заслуживаем. И заслуженные страдания приносит нам Шани, приносит Сатурн. Кроме того, Сатурн в 29-30 лет даёт нам истинное взросление. В это время мы можем терять опору, в это время мы переживаем внутренний кризис, и мы понимаем, что действительно мы должны действовать в этом мире самостоятельно. И Сатурн, который называют планетой йогов, мистиков, планетой мудрецов, даёт нам свои первые уроки мудрости именно в этот период 29-30 лет. Для кого-то они становятся тяжёлыми, для кого-то судьба распоряжается так, что это время становится трагическим, и вы видите здесь людей, которые ушли именно в этот транзит Сатурна по Сатурну в это тяжёлое время. И это время даётся каждому из нас, чтобы мы могли переосмыслить свои ценности, то, для чего мы живём, то, во имя чего мы живём, и понять, кто мы есть в этом мире. Также существует ещё одна определённая цифра, о которой мы сейчас с вами поговорим, но прежде я хочу показать вам замечательный фрагмент песни Владимира Семёновича Высоцкого. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лёг виском надуло, задержимся на цифре 37 коварен бог, ребром вопрос поставил или-или, на этом рубеже легли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочить так, друзья, не слышу, есть ли звук? уху, и уху, уху, с меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, И Маяковский лег виском на дуло Задержимся на цифре 37 Коварен Бог Ребром вопрос поставил или-или На этом рубеже Легли Байрон и Рэмбо А нынешние как-то проскочили Ну что ж, друзья, я думаю, что Если у кого-то не было звука, то в записи вы услышите Или просто вспомните эту песню Достаточно известная песня Которая говорит о том Что 37 лет — это определенный опасный возраст И И С точки зрения астрологии Это непростой возраст Потому что В 37-38 лет Теневые планеты Раху и Кету Совершают Возврат на свое положение В момент рождения Это двойной цикл Этих теневых планет И Раху и Кету Так же, как и Сатурн В Джотиш Считаются злыми планетами Поэтому эти планеты Так же показывают Нашу Негативную карму Так же показывают Время Каких-то испытаний Или разочарований Раху несет Разочарование Поэтому это Сложное Тяжелое время И здесь вы видите Имена Конечно, невозможно Говорить о всех Известных Знаменитых Людях Талантливых Жизнь которых Оборвалась На этой цифре Хотелось бы Вспомнить Высоцкий пел О поэтах Даниил Хармс Прекрасный поэт Серебряного века Тоже ушел В это время Я смотрю, что Люди Забеспокоились Кто-то Пишет, что он еще Не проскочил И начинает Уже волноваться Друзья мои Мы сейчас Увидим Что на самом деле Не стоит нам Сразу Воспринимать Только негатив Потому что У каждого из нас Своя карма И для того Чтобы Скажем Этот Транзит Узлов Или Сатурна Был таким Фатальным Безусловно Необходимы Определенные Показатели В гороскопе И Действительно Карта должна Говорить О Недолгой Жизни Итак Сейчас мы Поговорим О Параметрах Гороскопа Которые Показывают Кризис Безусловно В рамках Нашего Вебинара Мы не можем Перечислить Все параметры Потому что Джотиш Это безбрежный Океан знаний Очень Глубокий Океан Поэтому Чем больше Изучаешь Джотиш Тем больше Понимаешь Как мало Ты Знаешь Поэтому На конференции Мы будем Рассматривать Кризис Более Глубоко Мы будем Говорить Уже Не только На основе Раши Это Гороскоп Рождения Но будем Также Рассматривать Дополнительные Гороскопы Так называемые Варги Джотиш Шиппеллирует Девятью Планетами Наваграхами Это Семь Планет Которые Всем вам Известны От Солнца До Сатурна Которые Называют Грахим И Две Теневые Планеты Раху И Кету Которые Джотиш Называются Упа Грахами Итак Девять Планет В гороскопе существует 12 домов. 12 домов показывают разные сферы жизни. Кроме этого, Джотиш использует системы периодов, и мы в нашей школе, в школе Джотиша Дубала, изучаем Вимшоттери Дашу. А на различных своих выездных семинарах я даю и другие Даши, другие системы периодов. Например, в июле, с 5 июля в Петербурге у нас состоится семинар «Приглашаю всех желающих изучать Джаймини». Это другая система планетных, простите, даже не планетных, а просто другая система периодов. И на разных своих выездных семинарах я даю знания о других системах. Но Вимшоттери Даша — это универсальная система, которая рекомендована отцом Джотиш, Парашарой Муни, мудрецом Вселенной, как самая лучшая для Кальюки, самая подходящая и универсальная. За весь свой более чем 25-летний опыт в астрологии, я уже 30-летняя, кстати, я хочу сказать, что я не встречала ни одного гороскопа, где Вимшоттери Даша не работала, не показывала бы события. И если гороскоп и варги, вспомогательные гороскопы, показывают нашу карму в динамике, то есть то, с чем мы пришли, и то, что, как мы говорим, нам на роду написано, то системы Даш показывают, когда проявится та или иная карма. И система Вимшоттери Даша — это система планетных периодов. И эти периоды показывают, так как каждая планета связана с кармой, показывают время, как говорит Махабхарата, планеты показывают время, когда проявляется та или иная карма. Итак, основные параметры, которые мы сейчас рассмотрим с вами, показывающие кризис, это, прежде всего, активность или выраженность в гороскопе домов Дустхан. В гороскопе 12 домов и 3 дома называются Дустханами, плохими или злыми домами. И это 6, 8 и 12. Однако здесь, вы видите, наше перечисление начинается с 8 дома, потому что это злейшая Дустхана. Это дом кризиса, его так и называют, дом кризиса. Это дом, который считается самой сильной Дустханой, поэтому здесь он стоит у нас с вами на первом месте. 12 дом гороскопа, дом потерь или Вьяя Пхава, также связан с кризисом. Ну а 6 дом, который в Джотиш называется Шатрубхава, дом врагов, тоже показывает препятствия и противодействия в нашей жизни. Кроме того, на конференции мы будем говорить о том, как определить время кризиса. И периоды кризиса, конечно же, покажут даши, которые будут связаны с домами Дустхан. В первую очередь, конечно же, с 8 и 12 домом. Кроме того, кризисы могут дать периоды влияния Сатурна. Это и Сады Сати, и Кальяне, и Канта Кашани. И мы тоже будем говорить о них на конференции. Также кризисы вызывают определенные транзиты планет и так далее, и так далее. Почему же дома Дустхан говорят о кризисах? В Джотиш существует различная классификация домов гороскопа, и Дустхана одна из классификаций. Однако для того, чтобы понять глубинную сущность дома, мы должны обратиться с вами к другой классификации. Классификация домов, которая рассматривает дома по целям жизни. Веды говорят, что существуют 4 цели жизни. Это Кама, наслаждение, Ардха, работа или деятельность, Дхарма, высшее знание или духовное знание, или религия, и Мокша. Мокша означает освобождение из круговорота рождения и смерти. Также с идеями Мокши связано любое освобождение. Обратите внимание, что 8 дом и 12 дом, которые являются Дустханами, являются и домами Мокши. 6 дом – дом Ардхи, и вот эти дома 6, 8, 12 – это дома Дустхан или дома Кризисов. Однако наиболее ярко показывают кризис дома Мокши, 8 и 12. Почему же мы связываем кризис именно с домами Мокши? Потому что мы говорили, что кризис – это время принятия решений, время принятия выбора. Кризис – это поворотный, некий поворотный момент. В чём же он проявляется? На самом деле джиотиш, как ведическое знание, даёт, являясь ведангой, частью ведического знания, даёт нам внутреннее понимание философии вед через гороскоп. И если мы с вами изучим и задумаемся над смыслом домами Мокши, то мы поймём суть кризиса. Для чего же даётся нам кризис? На самом деле этот мир контролируется Господом. Веды называют Его верховным контролёром или парам-ишварой. И всё в этом мире происходит под Его контролем. Иисус говорил, «Ни один волос не упадёт с головы вашей без воли Бога на то». Господь известен как «всеблагой». Поэтому на самом деле и кризис для нас является благом. И в этом также проявляется любовь и милость Господа. В чём благо кризиса? Именно в том, что он даёт нам возможность слиться от каких-то старых, изживших представлений, от того, что нам мешает, пересмотреть то, как мы действуем. Поэтому и в кризисе заложен очень большой потенциал, потенциал для духовного развития. Обратите внимание, что дома классифицируются по так называемым триадам или триконам. Это дома, которые находятся по отношению друг к другу через 120 градусов небесной сферы. Вы видите, дома Дхарма — это первый, пятый, девятый. Дома благочестия, дома духовного развития, дома высшего знания. Дома Артхи — это второй, шестой и десятый, дома, которые связаны с нашей деятельностью ради результата. Дома Камы — это третий, седьмой и одиннадцатый. Камы — это наслаждение и удовольствие. И Мокша — это четвёртый, восьмой и двенадцатый. Обратите внимание, и это не случайно, что дома Мокши стоят перед домами Дхармы. И после домов Камы. Таким образом получается, что мы работаем, дома Артхи, для того, чтобы наслаждаться, но это приводит нас к кризису. А кризис даёт нам Мокшу освобождение от эгоистических идей. Этот мир не предназначен для того, чтобы мы наслаждались им, потому что всё в этом мире нам не принадлежит, всё принадлежит Господу, и всё предназначено лишь для Его наслаждения. Когда же мы пытаемся эксплуатировать этот мир и наслаждаться им, то мы, так или иначе, обязательно приходим к кризису. Мы говорили сегодня, что мы связаны с кармой Земли. Посмотрите, как сейчас меняется природа, как меняется климат. Всё из-за того, что мы нещадно эксплуатируем Землю, её ресурсы, меняем, скажем, поворачиваем реки вспять, или движем мы такими идеями, выкачиваем нефть, а это лимфа Земли, кровь её и так далее. Берём её богатство. Совершенно не заботясь о том, что мать, согласно ведам, это, простите, что Земля, согласно ведам, одна из матерей человека. Итак, кризис ведёт нас к дхарме, ведёт нас к пониманию и переосмыслению, а как же правильно жить? А что же такое дхарма? А для чего я живу? Вот эти вечные вопросы, именно эти вопросы приходят нам в кризисное время. Почему я страдаю? Может быть, я неправильно действую? А как надо действовать? А есть ли высший закон, есть ли высшая справедливость? Дхарма переводится как «справедливость». И мы, живя в материальном мире, говорим, что в этом мире нет справедливости. Однако с точки зрения вед всё наоборот. Этот мир управляется законом кармы или здесь карма правит бал, а карма — это закон справедливости. Поэтому каждый из нас получает лишь результаты собственных поступков. Однако в пределах одной жизни мы не всегда можем их увидеть, эти результаты. И кризис всякий раз нас возвращает к поиску, к поиску духовного знания, к поиску ответов на эти вечные вопросы. Поэтому на самом деле, друзья, кризис — это очень хорошее время. Итак, давайте рассмотрим примеры кризиса. Перед вами гороскоп Николаса Кейджа. Все вы знаете этого артиста, известного артиста. И, наверное, знаете о том, что Николас Кейдж пережил достаточно большой кризис и еще пока не вышел из пике. Несколько, более десяти лет Николас Кейдж борется с банкротством. И давайте посмотрим его карту. Карта очень сильная и очень интересная, которая показывает как раз, что в этой жизни ничего не бывает случайно. И вот тот кризис, который у Николаса длится уже более десяти лет, он был написан ему на роду, он был написан в его гороскопе. Давайте посмотрим на его карту. Итак, восходит благословенный знак Стрельца. Стрельцом управляет Юпитер, и Стрелец считается знаком людей удачливых, успешных. Обратите внимание, что хозяин первого дома или Лагнеша, Юпитер, находится в собственном знаке рыб и формирует могущественную хамса-йогу. Йогу, которая называется йогой великой радости. Это редкая и очень сильная комбинация, которая показывает успех, процветание, которая дает удачу. И, конечно, Николаса Кейджа можно назвать удачливым человеком. Он родился в семье, культовой семье, культовой семье Голливуда, в семье Копполы. Его фамилия Коппола. Однако он взял фамилию Кейдж, чтобы не, скажем, чтобы добиться самому всего, не прикрываясь фамилией своего знаменитого дяди. И, родившись в богатой, известной, преуспевающей семье, жизнь Николаса, пожалуй, была уже обеспечена. И с самого раннего возраста он определил свою будущую профессию. Он хотел стать актёром. И, несмотря на то, что его дядя не верил в успех Николаса, он достиг его. Давайте посмотрим на остальные показатели этой карты. В первом доме находятся Меркурий, ретроградный, Кету и Солнце. Солнце — хозяин девятого дома, дома удачи. И опять-таки мы можем говорить об удаче в жизни Николаса. В первом доме находится и хозяин десятого дома, и седьмого дома. Меркурий в первом доме, как хозяин десятого дома, это показатель на славу и известность. К тому же Меркурий аспектирует седьмой дом, который также связан с известностью, популярностью. И всё это есть в жизни нашего героя. Обратите внимание на очень сильный второй дом в этой карте. В знаке Козерога находятся Сатурн, Венера и Марс. При этом Марс — хозяин пятого дома, дом, который известен как Пурва-Пунья, дом благочестивой кармы прошлой жизни. Поэтому его положение во втором доме формирует Тхана-йогу или йогу-богатство и говорит о том, что у человека по карме должно быть богатство. Венера, которая располагается здесь, во втором доме, а в Джоте же второй дом называется Тхана-бхава или дом богатства. Итак, Венера является хозяином одиннадцатого дома. Одиннадцатый дом — это дом доходов. И таким расположением во втором доме формирует ещё одну йогу-богатство. И, наконец, сам Сатурн, как хозяин второго дома, формирует третью йогу-богатство. И это необыкновенно сильный показатель на успех и процветание. Однако Марс, который управляет пятым домом, одновременно и хозяин двенадцатого дома, дома потерь. А Венера не только хозяйка одиннадцатого дома, дома доходов, выигрышей, престижных премий, успеха, процветания, но также управляет шестым домом. Шестым домом — кризисным домом, домом, которым мы с вами говорили, как дом препятствий. И обратите внимание, что в одиннадцатом доме, доме процветания, находится луна, хозяйка восьмого дома. Дома, который, как мы с вами уже знаем, является самым сильным домом, показывающий разрушения или кризисы. Итак, хозяйка восьмого дома в одиннадцатом уже говорит нам о том, что, возможно, процветание Николаса будет не вечным. И об этом же говорят раху и кету, которая находится на оси первого дома. Также седьмого дома и соединены с хозяином десятого дома, дома профессии и успеха, и девятого дома, дома удачи. Поэтому весь гороскоп Николаса говорит о том, что да, действительно, это очень талантливый человек, человек, который будет известен, известен во всем мире. Это гороскоп актера. В нашей школе мы делали исследования актеров, и те, кто знают, о чем речь, сразу могут увидеть, что да, это карта актера. Итак, несмотря на все эти достижения, эта карта говорит о том, что в жизни Николаса будут большие перемены, и удача так или иначе отвернется на какое-то время от него. Давайте рассмотрим периоды в этой карте, когда наступил кризис, финансовый кризис. Николас Кейдж известен не только как актер, преуспевающий актер Голливуда. Наверное, вы знаете, что он также известен за любовь к роскоши. Николас на пике своей популярности, своей славы скупал недвижимость по всему миру, замки, особняки и так далее. И, кроме того, он страстный коллекционер машин. При этом в 2008 году за один год он купил 22 машины, в том числе и 9 роскошных Ройсов. Это был период Сатурн-Венера. В 2008 году, пожалуй, более всего недвижимости и машин приобрел Николас. Давайте посмотрим. Сатурн-Венера. Обе находятся во втором доме, доме богатства. И обе вовлечены и формируют могущественные тхана-йоги, йоги-богатства. И поэтому неудивительно, что период Сатурна, а Сатурн у него, вы видите, сильный. Вообще, карта, конечно, необыкновенная, потому что и Юпитер в своём знаке, и Сатурн в своём знаке. Итак, Сатурн, период Сатурна, конечно, даст ему успех и процветание, которые пришли к нему с периодом Юпитера. Сатурн тоже дал ему много доходов. Однако, этот же Сатурн и сделал его почти банкротом, поставил его на грань банкротства, потому что Сатурн, как мы уже говорили, что соединён не только с хозяевами домов процветания, но и, как пишет Надежда, с экзальтированным хозяином двенадцатого дома, дома потерь или дом, который называется Вьяя-Бхава, дом потерь. Поэтому Николасу было написано на роду много тратить, да, и много зарабатывать, простите, и всё потерять. Итак, в этом же 2008 году актёра обвинили в неуплате налогов, и у него начались финансовые трудности, что впоследствии поставило его на грань банкротства. А, в сентябре 2009 года у Николаса начался период Сады-Сати, Сатурн вошёл в знак Девы и оставался там семь с половиной лет, и всё это время Николас продавал свои замки, всё своё недвижимое и движимое имущество, и едва сводил концы с концами. Мы видели в этой карте, что Меркурий, хозяин седьмого дома и десятого дома ретроградный, соединён с Кету, причём достаточно близко, и аспектирован Раху. Поэтому, да, период Сатурна и вот этот период вот этих финансовых трудностей для Николаса был сложный и в профессии он перестал быть, скажем так, популярен и востребован. От этого, конечно, он не радовался, да, но сейчас постепенно всё-таки Сады-Сати закончился у него в октябре семнадцатого года, да, и постепенно как-то жизнь налаживается. Недавно я видела в сети, что он собирается уже в третий, нет, в четвёртый, по-моему, раз жениться. Хорошо, посмотрим другую карту. И опять кризис, и опять финансовый кризис, но не только финансовый, жизненный кризис, кризис, который привёл Михаила Ходорковцева, любимца судьбы, как его называли, привёл в тюрьму на долгие десять лет. Давайте сначала рассмотрим его карту. Восходит знак рака и Лагнеша, хозяин первого дома, соединён с йога-каракой Марсом во втором доме, доме богатства. И опять здесь мы видим, что Марс хозяин пятого дома, дома хорошей кармы, и опять мы видим, что формируются многочисленные тхана-йоги, раджа-йоги во втором доме. Конечно, эта карта необыкновенно сильная и карта очень успешного преуспевающего человека, который также переживёт очень глубокий кризис. Посмотрите, пожалуйста, на сильнейший Юпитер. Он опять в рыбах. И Сатурн, он также в козероге. И карта, хоть скажем, вот этими положениями похожа на предыдущую, во всём остальном другая. Обратите внимание, очень сильный одиннадцатый дом, дом доходов, в нём находится хозяин одиннадцатого дома Венера, которая соединена с Меркурием, а Меркурий здесь хозяин третьего дома и двенадцатого дома. Действительно, Михаил заработал огромное состояние, огромное состояние, однако он и потерял его. Венера хозяйка дома доходов соединена с Меркурием. Обратите внимание, как близко по градусам расположены эти планеты. И Меркурий это хозяин дома потерь. Поэтому эта карта уже говорит о том, что большие доходы, которые будет получать Михаил, могут быть потеряны. Обратите внимание также, что хозяин второго дома, дома богатства, солнца, находится в двенадцатом доме, доме потерь и соединён с Раху. Хозяин же восьмого дома, Сатурн, находится в собственном знаке. Он ретроградный и он смотрит на Лагну, влияет на Лагну. Эта карта тоже говорит о том, что Шани наблюдает до поры до времени. И 25 октября 2003 года, когда начинается период Марс Сатурра, Ходорковского арестовывают. Давайте посмотрим. Мы уже говорили о том, что Марс это йога карака всего гороскопа, планета силы. И действительно в период Марса Ходорковский взлетел на невыкновенную высоту и был одним из богатейших людей планеты. Хозяин Антердаши Сатурн это хозяин восьмого дома. Восьмого дома, который силен и находится в седьмом, влияя на первый. Пришло время Сатурна, влияние Сатурна и весь тот потенциал, который заложен в этой карте, стал проявляться. Итак, два года прошли у Михаила в предварительном заключении и, что самое удивительное, на следующий день после того, как Сатурн вошел в 12-й дом гороскопа Михаила и начался сады Сати, суд вынес приговор. 14 лет тюрьмы. Однако в 13-м году по истечении 10 лет в общей сложности 10 лет и 7 лет по приговору Михаил был досрочно освобожден. Но сады Сати, который закончился у него в августе 12-го года, все это время Михаил провел в тюрьме. Вот такая карта. И вы тоже видите здесь показатели того, что кризис будет в жизни человека. Поэтому вам не стоит бояться, ожидая свои 37 лет или свои 30 лет или бояться сады Сати. Если в вашем гороскопе нет кармы сидеть в тюрьме, то вы туда не попадете. Хорошо. А сейчас мы посмотрим очень интересную историю, интересную, если бы она не была такой трагической, историю, связанную с героями шоу «Последний герой». Недавно на моем сайте появилась статья, посвященная гороскопу Юлии Началовой. Это статья выпускницы моей киевской школы, курсовая работа, и вы можете ознакомиться с ней. И я стала, когда ознакомилась с гороскопом Юлии Началовой, я увидела то, что очень много говорят о смертях, которые преследуют тех, кто снимался в этом проекте. Особенно четвертый сезон. В четвертом сезоне была смешанная команда. Наверное, вы знаете, что это за шоу «Последний герой». Это такое экстремальное шоу, которое в оригинале носит название «Выживший». Это шоу идет и в Европе, и в Америке, а в России это шоу известно как «Последний герой». Кстати, создатель «Последнего героя» тоже ушел преждевременно. Однако, говоря с точки зрения гороскопа, мы понимаем, что такое выражение, как «преждевременная смерть», оно лишь эмоционально окрашено, потому что согласно карме все происходит в свое время. Так вот, четвертый сезон, команда, которая была, состояла из звезд и простых людей, и в этом году Екатерина пишет, что и Кирилл Толмацкий, который вы видите здесь совсем молодой, да, к сожалению, тоже совсем недавно и Кирилл оставил этот мир. И с этим проектом связывают некую мистификацию, говорят о неком проклятии, говорят о том, что когда готовили первый сезон, то попытались договориться с аборигенами, которые живут на островах, о том, что у них здесь будут проходить такие шоу, и аборигены не дали согласия, но тем не менее последний герой все равно состоялся и возможно, как говорят, что смерти участников этих программ связаны с каким-то недовольством духов или аборигенов. Давайте посмотрим, так ли это. вот четыре участника четвертого сезона шоу «Последний герой». Их было всего 20, поэтому сейчас каждый пятый этой команды ушел в мир иной. Это Яна Волкова, победительница, Жанна Фриске, Юлия Началова и Кирилл Толманский. Давайте посмотрим на их гороскопы. Показывали они, показывают ли они вот эту вероятность, вероятность ранней смерти, преждевременного и такого внезапного ухода, который совсем недавно потряс всех поклонников этих известных личностей. К сожалению, я не знаю времени, точного времени рождения, однако Джотиш настолько уникально и настолько универсально, что Джотиш рассматривает гороскоп, который называется Чандралагна. И это позволяет посмотреть гороскоп от Луны, даже не зная точного времени рождения. Чандралагна наряду с Раши является основным инструментом для анализа гороскопа, гороскопа. Поэтому гороскоп от Чандралагны показывает карму человека. Вообще Джотиш называют лунной астрологией и луне отводится первостепенное значение. Поэтому и гороскоп от Луны является показателем кармы. Луна наиболее всего показывает нам карму. Почему? Потому что Луна, согласно Джотиш, является манаскаракой или показателем ума. А в тонком теле, в теле ума как раз и заложена вся наша карма. Итак, давайте посмотрим гороскоп Чандралагны Жанны Фриски. Луна содина с Юпитером в знаке Водолея. Все мы знаем Жанну как яркую, творческую, необычную, неординарную женщину. Обратите внимание в этом гороскопе на сильную Венеру. Она находится в знаке Тельца, что говорит о голосе Жанны, говорит о ее музыкальных способностей. И в знаке Близнецов располагаются три планеты. Это Солнце, Сатурн и Меркурий. Марс в Нече или ослаблен в знаке Рака. А Раху находится в Скорпионе в Десятом Доме от Луны. Итак, в этом гороскопе мы видим восходящий Водолей. Его хозяин Лакнеша Сатурн находится в Пятом Доме Доме Творчества, Доме Артистизма, Доме Связанной с Хорошей Кармой и Доме Шоу-Бизнеса. Жанна на самом деле очень артистично и участвовала в... Она стала финалисткой четвёртого сезона. И её вспоминали как доброго отзывчивого человека. Мы видим здесь прекрасные йоги, гаджа, кешари йоги, мы видим влияние Юпитера на Солнце и так далее. Это же Солнце в Пятом Доме даёт ей и артистизм. Однако Лагнеши Сатурн соединён не только с Солнцем, он соединён с Меркурием, который является хозяином Восьмого Дома, Дома кризисов, Дома внезапных, неожиданных или каких-то непредвиденных событий. И смерть Жанны была внезапной для её поклонников, очень быстро произошла. Эта смерть никто не верил в то, что их кумир так быстро и внезапно уйдёт из жизни. Итак, мы видим, что Чандра Лагна уже показывает нам связью хозяина первого и хозяина восьмого дома, что в этой жизни могут быть какие-то резкие и внезапные кризисы. Даша ушла, простите, Жанна ушла из жизни в Дашу Сатурн Солнца. Вот эти две планеты Сатурн Лагнеша, а Солнце Атма Карака показатель личности соединены с Меркурием, хозяином восьмого дома. И этот кризис, который обещает Чандра Лагна, проигрался в когда пришли соответствующие периоды. Посмотрим другую карту. Кирилл Толмацкий, Децл, ушел совсем недавно, в феврале 19-го года. Поклонники до сих пор отказываются верить, что он умер. Посмотрим его карту. Итак, восходит Стрелец, Луна Савина с Кету, личность необычная, личность незаурядная, при этом очень яркая и харизматичная. Марс аспектирует Луну и Чандра Лагну. Посмотрите, как здесь выражен в Чандра Лагне восьмой дом. Здесь находится Атмакарака Солнце в знаке Рака и Меркурий, хозяин десятого, седьмого домов. Сама же хозяйка восьмого дома находится в первом. Таким образом, мы видим, что карта тоже говорит нам о том, что в жизни Кирилла Толманского могут быть какие-то внезапные кризисы. Обратите внимание, что и Лагнеша занимает второй кризисный дом, двенадцатый дом. Это Юпитер, и он ретроградный в знаке Скорпиона. Знак Скорпиона тоже связывают с Кривисом. В принципе, Кирилл и был таким человеком. Он был человеком, скажем, которого нельзя назвать спокойным обывателем. Правда? Меркурий. его смерть произошла в период Луна Меркурий. Посмотрите, насколько красноречиво показывает Чандра Лагна это событие. событие. Итак, Луна это хозяйка восьмого дома, она находится в Лагне, это Луна, а Меркурий находится в восьмом доме, доме кризисов. И опять мы видим связь первого и восьмого дома. гороскоп Юлии Началовой совсем недавно ушла Юлия из жизни 16 марта. И мы можем посмотреть на ее карту. Луна находится в знаке Скорпиона, а хозяин Скорпиона Марс располагается в соединении с Меркурием в четвертом доме. При этом Меркурий хозяин восьмого дома, дома кризисов. И в этой карте мы опять видим связь первого и восьмого дома. В этой карте также интересно соединение Солнца Кету и Венеры. Юлия родилась между двумя затмениями. И вы видите между солнечным и лунным. И вы видите здесь соединение Солнца в одном градусе с Кету. Вообще в джете шрождение затмения считается фатальным. И влияние затмения держится две недели. Поэтому Юля как раз и родилась в этот период, когда действовало еще затмение. затмение ну и мы видим не только этот показатель. Много людей рождаются в затмении, но мы видим и показатели, которые отмечали в предыдущих картах. Это связь первого дома и восьмого дома. Юля ушла из жизни в период Солнца Юпитер. Солнце в одном градусе с Кету. Вот этот знак затмения, который проигрался в момент ее смерти. вот такие гороскопы мы сегодня с вами посмотрели, которые говорят о том, что мы живем действительно в мире, которым управляет карма и все, что к нам приходит, в том числе и наши кризисы, это есть лишь результат наших собственных действий, который записан в нашем гороскопе положением планет в момент нашего рождения. Поговорим сегодня еще и о самхите, так называется раздел джотиш, который изучает карму государств. Самхита очень интересная тема и на конференции 19 мая я буду делать большой доклад, посвященный политическим кризисам, поэтому мы будем говорить о разных гороскопах, мы будем более подробно рассматривать этот кризис, который действительно является мировым кризисом, это и политический и экономический кризис. Ну а сегодня мы поговорим с вами лишь о некоторых гороскопах. Недавно, совсем недавно весь мир присло событие, событие, которое не оставило никого равнодушным. Сгорел собор Парижской Богоматери. Вы видите эти кадры, произошло это 15 апреля 18 50 первый раз сработавшая сигнализация осталась, пожарная сигнализация осталась без внимания, потому что не могли найти очаг возгорания, а в 18 50 уже загорелся собор и его было очень сложно потушить. Вы видите, как горел собор и как какие большие разрушения доставил этот пожар. Собор, который является сердцем Парижа, сердцем Франции, собор, который является символом для Франции. Вы видите, как люди молились в это время. Это еще раз показывает нам, иллюстрирует нам, что любой кризис приводит нас в Дхарми, приводит к тому, что мы понимаем, что все в руках Господа, не в наших руках. И когда мы ничего не можем делать, мы только можем просить о милости. И мы видим, как это объединило и сплотило людей. Вы видите, что здесь стоят люди на фотографии разных национальностей, которые все молятся о спасении Великого Собора. Итак, давайте посмотрим карту Франции. Гороскоп современной Франции это гороскоп Пятой Французской Республики, который определяется принятой 5 октября 1958 года 18-30 Конституции Франции. Время рождения государств, так же, как и время рождения человека, вопрос неоднозначный. И так же, как и у человека, например, Прихат Парашара Хора, Шастра описывает и гороскоп зачатия и гороскоп, который составлялся на момент появления головки, на момент выхода ребенка из чрева, и на момент перерезания пуповины и так далее. И все это время рождения и все разные гороскопы. Для государства гороскопы составляются также на разные даты, которые, скажем, могут быть связаны с рождением государства. Пятая Французская Республика это уже не та Франция, которая была до 1958 года, и Франция, которая существовала до этого времени, сильно будет отличаться от Франции средневековой. Поэтому государства так же, как люди, они меняются и в их жизни тоже бывают и кризисы, и взлеты, и падения. Поэтому самхита или астрология страны-государств рассматривает гороскоп современной страны. Итак, посмотрим на гороскоп Франции. Восходит знак рыбы. Но прежде чем перейти к его анализу, мне хотелось бы сказать, что самхита это высший пилотаж джиотиш. Астрологи всегда были министрами короля. Поэтому самхита или мунданная астрология это скажем так астрология астрологии. Астрология является самой сложной и в то же время необыкновенно интересной. В самхите отличаются немного и трактовки планет, и трактовки домов. И я давала уже дважды семинары выездные по самхите. Возможно мы повторим и в скором времени в будущем учебном году выездной семинар и проведем его в Израиле. Так мы планируем с организатором моих семинаров в Израиле и он тоже будет посвящен самхите. Мы не будем с вами подробно изучать сейчас самхиту и я, но когда я буду говорить вам в определенных периодах, конечно же, я буду раскрывать особенности трактовки домов или планет. Итак, гороскоп Франции, современной Франции восходит знак рыб. В первом доме находится Кету. Лагнеша Юпитер находится в восьмом доме. Хозяйка восьмого дома Венера находится в седьмом доме. Соединена с Солнцем, Меркурием и Раху. Седьмой дом самый сильный в этой карте. Вы видите, даже я бы не сказала сильный, а самый выраженный дом. Вы видите в знаке Девы соединение четырех планет. Марс хозяин девятого дома располагается в третьем. Луна находится в Дигбале в четвертом доме. Сатурн как хозяин двенадцатого и одиннадцатого домов расположен в девятом доме. Это гороскоп Франции. Мы только что говорили о пожаре в соборе Парижской Богоматери. И это новость, которая потрясла буквально весь мир. И, конечно же, это событие не может не отражаться в гороскопе Франции. Сейчас современная Франция переживает Маха Дашу Кету. Она началась с сентября 2017 года и будет продолжаться до 2024 года. И вы видите, Даша продолжительная семь лет. А сейчас текущий период, текущая Даша, это то время, в котором мы сейчас живем с вами, это Даша Кету Венера. Каждая большая Даша подразделяется на антр Даши под периодой, те в свою очередь еще и так далее и так далее. Итак, текущая Даша Кету Венера началась 17 февраля 2018 года и будет продолжаться до 19 апреля 2019 года. И вы видите, что Даша Кету Венера обещают кризисное время для Франции. Вы видите, что Кету стоит в первом доме, а Венера хозяйка восьмого дома, которая находится в седьмом и влияет на Лакну. Таким образом, опять мы видим связь первого и восьмого дома, и мы можем предположить, что Даша Кету Венера будет очень сложной и кризисной для Франции. И это не только пожар, о котором мы только что говорили, а это, конечно же, еще и протестное движение желтых жилетов, которое началось с конца восемнадцатого года, и каждые выходные, вот уже двадцать раз подряд, это движение желтых жилетов потрясает. Париж. Это кризисное время, кризисное для страны, для ее руководства, ну и также в это время произошло вот и такое событие, как пожар символа Франции. Обратите внимание, что Венера, хозяйка Антердаши, связана с Солнцем, находится в соединении с Солнцем. Здесь же находится и Меркурий, хозяин седьмого, и четвертого дома, и Раху. Солнце в Самхите представляет храмы, представляет большие религиозные праздники, представляет большие храмы, где происходят торжественные ритуалы и так далее. Поэтому вот такое соединение хозяина Антердаши Венеры и хозяйки восьмого дома, кризисного дома, соединение с Солнцем уже косвенно говорила о том, что могут быть какие-то и проблемы с культовыми зданиями у страны. Собор Парижской Богоматери не первая церковь, которая горит во Франции сейчас. Увы, это печально, но об этом говорит и карта. Происходят и поджоги в других церквах, но этот пожар, он был связан с возгоранием замыкания, с тем, что с коротким замыканием, потому что сейчас ведутся реставрационные работы. Тем не менее, мы видим в Даше, которая идет сейчас, в Даше Кету Венера, проблема, которая может затронуть и культовые сооружения. Давайте также посмотрим на другие кризисы, которые переживала Франция. Вы видите, что совсем недавно Франция вступила в Дашу Кету. Кету находится в первом доме, а Лагнеша в восьмом, что уже обещает период, связанный с кризисом на семь лет. Однако до этого был период Меркурия. И как я вижу, вы пишете, что Меркурий подгорает. Меркурий сожженный. То есть Меркурий, хоть он и экзальтированный в деле, находится в Пхадра-йоге, это могущественная йога, одна из Панча Махапуруши йог, йог великой радости. Тем не менее, действительно, Меркурий сожжен, Меркурий поражен Раху, Кету, соединен с Солнцем. И поэтому период Меркурия, он тоже не был безоблачным для Франции. Особенно его окончание, окончание периода Меркурия, а так как Меркурий связан с Венерой, хозяйкой Восьмого дома, тоже ознаменовалась разного рода кризисами. 7-9 января произошли теракты, которые унесли много жизней в Париже. Тогда весь мир буквально потрясли эти теракты. И у меня на сайте есть статья, если вы захотите ознакомиться с ней, то по поисковику вы можете набрать название статьи «Теракты в Париже» и подробно посмотреть на эту ситуацию. Итак, теракты в Париже произошли 7-9 января 2015 года в период Меркурий-Юпитер. Итак, про Меркурий мы уже говорили как хозяина Маха-Даши, а Юпитер вы видите сами он Ралкнеша он Лакнеша и располагается в 8-м доме в доме кризисов. При этом Венера хозяйка 8-го дома соединена с Меркурием и влияет на Лакну. То есть насколько красноречиво показывает этот кризис карта современной Франции. 14 июля 2016 года опять произошли теракты и теракты в Париже и это был период Меркурий-Сатурн. Обратите внимание, что Сатурн, который находится в 9-м доме казалось бы хороший дом, однако Сатурн хозяин 12-го дома. 12-й дом, дом Вьяя-Бхава, как мы назвали его кризисным домом, в Самхите связан в числе прочего еще и с террористами. Поэтому период Меркурий-Сатурн дал такие и события. В ноябре 2015 года произошел теракт в Ницце, когда автобус наехал на людей. Это тоже был период Меркурий-Сатурн. С осени 2015 года Франция переживает миграционный кризис. это общеевропейский кризис и во Франции также отмечают его. И этот период начался в период Меркурий-Сатурн. И вы видите, насколько четко показывает нам этот кризисный период гороскоп Франции. Сатурн хозяин 12-го дома, дома иммиграции, дома мигрантов, дома терроризма. Располагается в девятом доме и влияет на Марс хозяина девятого дома. А теперь посмотрим гороскоп России. Прежде чем перейти к этому гороскопу вижу есть выход создать новую Францию. Нет, друзья, это только кажется. Государство так же, как и человек, живет определенное отпущенное ему количество лет или веков. Хорошо. Итак, теперь давайте посмотрим гороскоп России. гороскоп России, который я представляю вам здесь, построен на время принятия декларации о суверенитете Российской Федерации. Построен на это время, и это 12 июня 1990 года, время 1345, и город Москва. Кто-то спросил, гороскопы строятся на принятие Конституции или что-то еще. Самхита очень такая непростая наука, поэтому ответить однозначно этот счет нельзя. Я уже говорила о том, что в Самхите могут быть разные гороскопы, связанные с разными событиями, тем не менее, и они будут работать, причем все, если они отражают, если они правильно построены на то или иное время. Этот гороскоп построенный на 12 июня 1990 года, очень хорошо себя рекомендовал как работающий, я работаю с ним уже около 20 лет, и этот гороскоп показывает события, которые происходят в нашей стране. 12 июня это национальный праздник, День независимости, это тоже очень важно, и это также показывает важность вот этой даты для судьбы России. Итак, рассмотрим этот гороскоп. восходит Дева и хозяин. Знак Девы Меркурий располагается в 9 доме, в доме удачи. Меркурий в дружественном знаке, однако он соединен с Солнцем, которое является хозяином 12 дома. Здесь мы не можем однозначно трактовать 12 дом только лишь как дом потерь, потому что в Самхите, как я уже говорила, много разных своеобразных характеристик у каждого дома, которые отличаются от хоры гороскопа человека. Мы видим выделенный пятый дом, он сильный, потому что в нем расположен его хозяин, это Сатурн. Однако мы видим поражение пятого дома, и здесь находятся в знаке Козерога ретроградный Сатурн, Луна и Раху. В седьмом доме находится Марс, это хозяин восьмого дома, он влияет на Лак, но поэтому так нелегко нам с вами живется, друзья. А Венера, хозяйка девятого дома, находится в восьмом, поэтому, как вы видите, дом кризисов у нас очень активный. Давайте рассмотрим Даши. Итак, в гороскопе России Луна находится в Накшатре Шравана, это необыкновенная Накшатра, Накшатра, которая управляет Вишну, это Накшатра высшей милости, благословения. Поэтому первая Даша была Даша Луны. Шравана управляется Луной, это лунная Накшатра. Даша Луны была с 90-го года до февраля 99-го года. За ней пошла Даша Марса, которая длилась до февраля 2006-го года. И сейчас мы с вами проживаем Дашу Раху, которая будет длиться до февраля 2024-го года. А затем начнется Даша Юпитера, которая у нас с вами в гороскопе России располагается в 10-м доме в Кендри. И это прекрасное расположение для Юпитера. Но, как говорится, еще надо дожить, да? И Даша Юпитера будет длиться до 40-го года и так далее, и так далее. Итак, давайте посмотрим на кризисы, которые переживала наша страна с точки зрения ее гороскопа. И первым событием мне хотелось бы рассмотреть Чеченскую войну. Вы помните то непростое время. первая чеченская война была с декабря 94-го года до августа 96-го года. Это был период Луна-Сатурн. Луна хозяйка 11-го дома, однако Луна вовлечена в Папа-Картаре-йогу. Луна соединена с Рахом, поражена и Раху, и Сатурном одновременно. И Сатурн хозяин Антердаши соединен с Луной. При этом Сатурн не только хозяин пятого дома, а он ретроградный хозяин пятого дома. И кроме того, он ретроградный хозяин шестого дома. Шестой дом в Самхите является домом войны, поэтому неудивительно, что период Луна-Сатурн принес на войну в нашей стране. С конца 1997 года начался финансовый кризис, и это был период Луна-Венера. Луна находится в пятом доме, пятый дом, это дом Лакшми, дом прибыли и процветания, поэтому он, безусловно, связан с финансами. Тем более в гороскопе нашей страны Луна управляет одиннадцатым домом, но, как мы говорили, Луна сильно поражена, поэтому, конечно, финансовый кризис ожидать в период Луны, глядя на эту карту, мы можем. Итак, финансовый кризис начался в период Луна-Венера. Венера располагается в восьмом доме, доме кризисов, при этом она управляет вторым домом, домом, который является домом финансов, домом богатства и домом банков. И вы видите, кроме этого, Венера управляет девятым домом, а это дом валюты в Самхите. И вы видите, совершенно неудивительно, что в период Луна-Венера в нашей стране начался финансовый кризис, который в августе 98-го года привел к краху и произошел дефолт. Случилось это в период Луна-Солнце. Обратите внимание, что Солнце это хозяин 12-го дома. Это второй дом кризисов, о которых мы уже с вами говорили. И он находится в девятом доме, который также связан и не только с валютой, но и со всеми международными банковскими операциями. Поэтому абсолютно неудивительно, что вот в этот период произошел дефолт. Если вы помните это время, то это было непростое время. Затем началась Даша Рафу, попросите, началась Даша Марса с февраля 99-го года и уже в августе 99-го года началась Вторая Чеченская война и ее активная фаза, которая продолжалась до 20-го марта 2000-го года. Итак, это фаза активного, активная фаза войны была в период Марс-Раку. Вы видите, Марс находится в седьмом доме, он хозяин восьмого дома, и восьмой дом это дом кризисов, как мы с вами говорили, и Марс влияет на Лакну. Кроме того, Раху, хозяин Антердаши, соединен с Сатурном, хозяином домов войны. Марс сам является хозяином домов войны, потому что он управляет третьим домом, поэтому, безусловно, вот мы очень ярко видим проявление этого события. Чеченская война длилась весь период Марса, и вообще весь период Марса был связан с этой войной, потому что сразу после активной фазы наступила ее такая другая форма, форма партизанской войны, которая закончилась только в апреле 2009 года. Как вы видите, весь период Марса был связан со второй Чеченской войной. с 2008 года начался период Раху, простите, Раху, с 2006 года начался период Раху, и в 2008 в период Раху-Раху уже мы можем констатировать финансовый кризис. период Раху начался в 2006 и с 2007 года как вы знаете, во всем мире констатирован мировой кризис или Великая Рецессия, как ее называют. Этот мировой кризис начался с ипотечного кризиса в США, ну а в 2008 разразился и мой кризис, в том числе и в нашей стране. Неудивительно для нас, потому что мы видим Раху, хозяин Маха-Даши, находится в пятом доме, соединен с луной, хозяйкой одиннадцатого дома, это дом доходов страны, дом финансов страны, и также Раху соединен с Сатурном, хозяином пятого дома, который тоже связан с инвестициями, и шестого дома, это дом врагов, препятствий, проблем и кризисов, поэтому неудивительно, что период Раху начался опять-таки с финансового кризиса в нашей стране. Наша карта показывает эту возможность, эту карму, которая как раз и проигрывается в те периоды, о которых мы с вами говорим. Итак, в декабре одиннадцатого года, это уже другой период, в декабре одиннадцатого года начался период Раху-Сатурн, и в нашей стране начинаются протестные движения, которые длятся весь период Раху-Сатурн, до июля тринадцатого года. Наверное, вы помните, это митинги на Болотной площади и так далее, и так далее. И это период Раху-Сатурн. И опять неудивительно, Раху-Сатурн это планеты, которые окружают Луну, формируя Папа-Картари йогу, и Луна в Самхите показывает народ, беспокойство народа. Вот показывает нам эта комбинация, которая происходит в период Раху-Сатурна. Вы видите, как проигрываются йоги в гороскопе. В 2014-2015 году был валютный кризис и введение санкций. И это Раху-Меркурий, это период Раху-Меркурий. Период Раху мы уже с вами рассматриваем и все, что заложено в нем, заложены тоже кризисы. Поэтому сейчас проанализируем Меркурий, хозяин Антрдаши. Вы видите, Меркурий в гороскопе нашей страны это Лагнеша, хозяин первого дома и также хозяин десятого дома. И Меркурий находится в девятом доме, который в Самхите связан с международными отношениями. Меркурий соединен с Солнцем, с хозяином двенадцатого дома, домом кризиса. Поэтому наступает кризис в международных отношениях. И мы уже говорили, что девятый дом Санхите это и валюта. Поэтому все, что происходит в этот период, показывает гороскоп России. также хотелось бы еще остановиться на одном событии, которое произошло в этот период раку Меркурий. В июле 2016 года был принят так называемый закон Яровой. Закон противоречивый, непопулярный, закон, который был принят в 2016 году, но введен в силу, но постоянно к нему принимаются поправки, он оспаривается, потому что есть препятствия для его реализации. Закон Яровой задуман как антитеррористический и он развивается, скажем, в двух направлениях или показывает два направления. Первое это антитеррористическая борьба с религиозными организациями, пропагандирующие национальную рознь. И вторая часть пакета Яровой это закон о интернет-пространстве. И как мы уже говорили, этот закон противоречивый и до сих пор, скажем, он вызывает разные мнения суждения людей и до сих пор не может, скажем, ступить в силу в интернет-пространстве. Ну, это связано с разными сложностями сопряженных с его выполнением. Итак, давайте посмотрим период раху Меркурий. Почему в этот период происходит такая ситуация? Меркурий. Мы уже говорили, это Лагнеша. Меркурий хозяин десятого дома. Десятый дом это дом правительства. И Меркурий соединен с хозяином двенадцатого дома. И мы уже говорили о том, что двенадцатый дом связан с террористами, с терроризмом. Поэтому вполне понятно, почему в это время на государственном уровне не принимается такой закон. Однако Меркурий находится в девятом доме. Девятый дом это также в Самхите и дом связанный с религиозными организациями. А хозяин девятого дома находится в восьмом. Поэтому так много было, скажем, каких-то спорных явлений в это время, за время существования закона Яровой. Были и суды над йогой, и различные, скажем, какие-то перегибы, и различные моменты, которые каким-то образом спорно регулируются в этом законе и так далее. Однако вы видите, насколько сам закон красноречиво показан в карте гороскопа страны. И кроме того, девятый дом Самхите связан также еще и с интернет-пространством. А это вторая часть закона Яровой. Посмотрим следующий период. Период Раху-Кету. Этот период очень сложный период. Раху и Кету это две злые планеты. Вы знаете, они связаны в гороскопе России с Луной, Сатурном и Пятым Одиннадцатым Домом. И этот период длился с августа 2016 года по сентябрь 2017 года. В этот период происходит усиление санкционного давления, постоянные какие-то трудности и проблемы у России с другими государствами, обвинения России и так далее, и так далее. Рассмотрим сейчас тот период, в котором мы живем. Это Даша Раху Венера. Началась она 1 сентября 2017 года и будет продолжаться до 1 сентября 2020 года. Раху Венера, что тут уж говорить, друзья, мы видим, что Венера в 8 доме, поэтому кризисный период. Венера, хозяйка 9 дома, дома удачи, находится в 8 доме, поэтому кризис, мы можем это констатировать. И этот период, Даша, Раху Венера начался в конце 2017 года, буквально через пару месяцев после его наступления сборную России отстранили от Олимпиады. И здесь мы видим, что период, о котором мы говорим, это показывает. Девятый дом также связан и с международными спортивными состязаниями, поэтому вот очень красноречиво показывает эта карта. С января 2018 года продлеваются санкции и вводятся новые. Сейчас мы с вами живем в период, когда санкции вводятся, продлеваются и с 2016 года. И вот еще одно событие мне хотелось бы рассмотреть в этом периоде. Это 16 июня 2018 года, когда была принята пенсионная реформа, вступившая в действие с января 2019 года. Пенсионная реформа, вы знаете, увеличивает пенсионный возраст. Она тоже не популярна и вызывает, вызывала возмущения, протесты, но вот она вступила в силу с 1 января 2019 года. Давайте рассмотрим, как это выглядит в карте. Венера находится в девятом, простите, Венера находится в восьмом доме. Венера это планета, которая олицетворяет женщин, помимо всего прочего, и пенсионная реформа как раз и касалась возраста женщин также, а восьмой дом напрямую в Самхите связан с пенсией. Поэтому в период Раху Венера была принята пенсионная реформа. Итак, таким образом мы видим с вами, как гороскоп страны, в которой мы с вами живем, показывает события, события кризисные, которые мы переживаем с вами сейчас. Однако на самом деле кризисы это то, что нам дает силу, кризисы это то, что дает нам возможность пересмотреть какие-то свои установки, свои взгляды. Кризисы это то, что дает нам возможность черпать силы в себе, черпать силы в том, чтобы внутренне измениться. И кризисы всегда это большой потенциал для дальнейшего развития. Я всем вам желаю только замечательных кризисов, которые вывели вас к развитию. Не только материального процветания, но прежде всего к духовному развитию. Итак, друзья, теперь, пожалуйста, можете задавать свои вопросы. Я вижу ваши комментарии. Кто-то спрашивает, отключить ли интернет. Не волнуйтесь, друзья. наоборот. Раху это планета, которая связана с интернетом напрямую, и она находится в пятом доме, поэтому интернет-технологии развиваются в России, и к концу года обещают вести уже интернет 5G, говорят о его возможном запуске, идут и пробные запуски и так далее. Кстати, девятый дом, а мы уже говорили с вами, это также дом интернета. Поэтому наоборот, сейчас у нас с вами идет развитие в России, развитие интернета и развитие вот этих коммуникаций, интернет-коммуникаций. поэтому будем надеяться и будем уверены, что 5G будет в России. Хорошо. Ваши вопросы? Для России период Юпитера будет благоприятным? Да, конечно, друзья. Юпитер — это планета, которая показывает хорошую корму. Юпитер — это самая лучшая планета гороскопа. Юпитер — это планета, которая в гороскопе нашей страны расположена в 10-м доме. Поэтому да, это будет хороший период. И Юпитер — это планета, которая не имеет таких сильных поражений, кризисных поражений, о которых мы сегодня говорили с вами, рассматривая предыдущие периоды. И хотя Юпитер аспектирован Марсом, хозяином 8-го дома, поэтому покой нам только снится, как говорится, да? Но, тем не менее, период Юпитера будет совершенно другим. Хорошо. Спасибо, друзья. Вот мы переходим на цифровое телевидение сейчас, совершенно верно. И это тоже происходит в период Раху, Венера. А 9-й дом в Самхите. Это не только интернет, это радио и телевидение. Потом вы видите, 9-й дом у России очень сильный. В нем Лагнеша и хозяин 9-го дома. 10-го дома, простите. И это очень сильная комбинация. Это комбинация, которая показывает большой потенциал нашей страны. Замечательно. Хорошо, друзья, спасибо за ваши отзывы. Посмотрю, есть ли еще вопросы. Спасибо. Вопросы по поводу ВАРК или еще что-то. Мы здесь не будем. Да, пожалуйста, друзья, спрашивайте. Можете, вот так как в чате уходят ваши вопросы, можете писать вопросы. У нас наверху в платформе есть такая рубрика вопросы, можете писать туда, тогда я их все точно прочитаю. Итак, был вопрос, что делать человеку, когда у него кризис. Друзья мои, что делать? Надо жить, преодолевать кризисы, потому что кризис — это часть нашей жизни. Без кризиса нет жизни и нет движения. Штхар Махарадж, духовный учитель моего учителя всегда говорил, что принцип развития — это тезис и антитезис. Именно они рождают развитие. И кризис — это тот антитезис, который даёт нам движение вперёд. Хорошо. По поводу ВАРК, вопросы мы не рассматриваем на нашем вебинаре. Приходите на конференцию, мы будем рассматривать разные виды кризисов, мы будем говорить и о семейных кризисах, и, кстати, о том, что делать, да, и как избавиться от куджа-доши. Кстати, наш новый курс санскрита, который мы запустили, содержит в себе и упай для куджа-доши. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с его программой, если вам будет интересно, приходите к нам. А сейчас я хочу пригласить вас на вебинар, который у нас будет завтра. Чуть не забыла. Завтра в 13 часов воскресенье я приглашаю с большим удовольствием вас на вебинар, который называется «Астрологический детектив». И мы будем с вами разгадывать загадки истории. Пожалуйста, вот эта ссылка на наш вебинар «Загадки истории», которые связаны с царской семьей. Загадки истории, связанные с жизнью и смертью семьи Романовых. Приглашаем вас принять участие в этом вебинаре. Пожалуйста, зайдите на наш сайт и присоединяйтесь еще не поздно. 20 век был постоянно вспудоражен мыслями о том, что царский род России не прервался. То там, то здесь находились люди, которые выдавали себя за наследников. Почему? Потому что с гибелью семьи Романовых были связаны самые большие тайны странных советов. Приглашаю вас, друзья, на вебинар, который будет завтра в 13 часов на «Астрологический детектив», который называется «Тайны смерти и жизни семьи Романовых». Хорошо? Итак, которые есть у вас в карте. Какой самый легкий кризис, какой самый сложный? Будем говорить об этом. Не бывает одинаковых легких или одинаковых сложных кризисов. Кризис у всех свой. И когда мы переживаем его, нам кажется, что он самый-самый страшный. А у других легкий. Вот так нам кажется. Хорошо. Также прекрасный вопрос, который вы задали. Что делать, когда мы переживаем индивидуальный кризис? У нас на конференции, которая состоится 18-19 мая в Москве, будет доклад философа, удивительного человека, духовного учителя Дмитрия Угая, который прочитает свой доклад на тему пути выхода из кризисов. Что такое кризис с точки зрения духовного развития? Хорошо. Итак, ваши вопросы. Буквально несколько вопросов я зачитаю. вопросы специальные, которые связаны с астрологией по поводу Паривардхан, Достхана и так далее. Друзья, я думаю, что приходите к нам на конференцию, там мы рассмотрим их более подробно. Лида спрашивает в Эйре есть ли деление на более мелкие подпериоды? Лида, время всегда разное. Время всегда разное. Писания говорят, время это Кришна, а Кришна меняется каждое мгновение, поэтому и время всегда разное. Вопросы, что будет в период Солнца, Раху, наоборот, Раху Солнца, да, это вопросы, связанные с прогнозами, которые вы можете услышать на нашей конференции. Д8 или Аштамша рассматриваться на конференции будет, друзья. Хорошо. Итак, спасибо вам большое, у всех будет запись, мне было очень интересно с вами, я всех приглашаю вас завтра на вебинар и со следующего учебного года, сентября, я приглашаю вас учиться в школу чётиш и на баллы. А летом жду вас на конференции 18-19 мая в Москве, конференция, которая будет посвящена кризисам. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...